Так Украина выглядела в первые дни войны. Бомбардировки мирных городов, паника и страх мирного населения. Люди массово эвакуировались из городов, куда начала заходить российская армия. Пришли нехорошие люди и изуродовали нам жизнь. Я теперь должна всю семью кинуть. Я бегу с ребенком. Куда я бегу, я не знаю. Я бегу с ребенком, потому что я хочу, чтобы мой ребенок выжил. Первую так называемую быструю фазу войны, которую Россия планировала завершить за три дня, взятием Киева, она проиграла. Тогда весь мир поверил в то, что Украина должна победить в этом противостоянии. Сейчас доказываем всему миру, что мы не просто верим, мы умеем бороться за эту веру. А это самое главное. И это результат этой борьбы. Я верю, что мы победим. Шесть месяцев это грустно, что льется кровь и все такое, но мы держимся. Это хорошо. За эти полгода были попытки сесть за стол переговоров, но заключать мирное соглашение на условиях Москвы, а это отказ от размещения иностранных баз на своей территории и нейтральный статус, Украина отказалась. А после массовых убийств мирного населения ракетными ударами больше к дипломатическому пути возвращаться не стали. Я не вижу особого страха. Я вижу на самом деле большую адаптацию к войне. И украинцы, более 70% украинцев участвуют в оказании помощи вооруженным силам, на передовой гуманитарной помощью, поставками вооружения, от защитного снаряжения до устройств связи и медицинских компонентов. Таким образом вся страна остается очень мобилизованной. Освободить оккупированной территории и вернуться к границам 1991 года. Такую цель теперь ставит перед военными президент Украины Владимир Зеленский. Прапор Украины снова будет развиваться там, где его дом, там, где он должен быть по праву, во всех временно оккупированных городах, селах Украины. Возврат к переговорному процессу сейчас невозможен, говорят в офисе президента Украины. Слишком много фактов военных преступлений буквально в прямом эфире продемонстрировали российские войска. У Украины тоже есть условия, при котором дипломатические переговоры могут стать актуальными. Это полный вывод российских войск с оккупированных территорий. Для России очень важно закрепиться на новых захваченных территориях. Для Украины невозможно вести переговоры в таких условиях. Если вести переговоры сегодня, Россия захочет объединить оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Что означает, что аппетиты России вырастут. И через некоторое время у нас будет продолжение войны. Михаил Подоляк, советник руководителя офиса президента Украины. В интервью испанской газете El País. Поэтому победа возможна только на фронте, говорят военные эксперты. Многочисленные удары по складам противника с боеприпасами, логистическим центром, пунктом управления уже изменили ситуацию в пользу Украины. Дополнительные поставки современного оружия от стран-партнеров только улучшат это положение. Если эти поставки будут массированные и быстрые, то мы можем рассчитывать на принципиальные перемены в этом году и проведение, скажем, контрнаступательных операций, как минимум на оперативных направлениях, таких как Херсонская или другое. По мнению военного эксперта, это один из вариантов победы над России военным путем. Но этот сценарий может затянуться до весны 2023 года. Есть и военно-дипломатический путь. Это переговоры после определенных военных успехов Украины. Если будут существенные сдвиги, которые могут вынудить Российскую Федерацию пойти на уступки, то есть принципиальное начало такого рода переговоров, остановки боевых действий, это то, что они отводят войска на позицию 23 февраля 2022 года. А потом продолжатся переговоры по Крыму и захваченной части Донбасса на то время. Но даже при нынешней ситуации победа Украины над Россией останется лишь вопросом времени. А после страна-агрессор должна будет ответить за все совершенные в Украине военные преступления в Международном суде в Гааге. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов, специальный агент франционного марафона Freedom, телеканал Юэй.